Это диайный сигнал, так называется он, директ импут. Я взял восьмиструнную гитару, взял, собственно, восьмую струну, ну и как мог, так наиграл. Да, обычно писали в всяких пабах Дикого Запада, в пианиста не стрелять, играет как умеет. Я сыграл-то хорошо? Плохо? Да не знаю, друзья, да нормально сыграл, в общем-то со средней атакой. Давайте попробуем на этот сигнал диайный бросить какой-нибудь комбик сверху, ну вот, например, вот такой вот я накрутил, вот мне нравится вот такой звук, допустим. Ну такой вот бубнящий, без атаки абсолютно звук, звучит грязно, атаки нет. И вообще гитарист играет плохо, давайте убедимся еще раз. Отвратительно. Вот мне бы кто-нибудь прислал такой риф, я бы сказал, это ужасно. Это плохо. Теперь смотрите, внимание, ручки вот они, внимание, ручки вот они, смотрите, внимательно. Берем этот же диайный сигнал, этот же, с точностью до сэмпла, и отправляем его, внимание, на другой комбик, который настроил я соответствующим образом так, чтобы была слышна и атака, и было меньше грязи. Слушаем тот же сигнал, пропущенный через другую обработку, и... Вот чувак, молодец! Играет с атакой. Жестко и почти без грязи. Вот этот гитарист... Играет хорошо. А вот этот гитарист... Фу, играет плохо. Плохой гитарист. Мы его не позовем себе. В команду. А вот этого, конечно же, позовем. Это я все к чему. Люди судьбы ломают, постоянно об этом говоря. У нас все от Юрия Шильникова до Антона Апарина через Сергея Табачникова про это кричат, просто глотки рвут, что надо играть с атакой. Да, конечно, играть с атакой надо, согласен. И надо без атаки тоже с душой играть. Но, ребята, обработка сигнала — это тоже часть результата. Поэтому, когда один человек играет как-то на своем комбаре, говеном, с плохой атакой, а другой человек играет через свой комбарь, хорошо настроенный, где атаку слышно, сравнивать их нельзя вообще в принципе. Ну, возьмите два чувака со своими гитарами и воткните в один комбарь, и только тогда вы можете адекватно сравнить, кто играет как. Потому что настройка звука — это часть звука, понимаете? Если вот здесь у нас есть атака, а потом этот же сигнал мы пускаем вот сюда, в другой комбик. Там атаки нет. Ну, или, по крайней мере, она намного меньше. Поэтому, друзья, аккуратнее, сравнивая одного человека с другим, всегда учитывайте, как он настроил себе аппарат. Как вы себе настроили аппарат? Вот вопрос. Я имею в виду сейчас колокольчик. У меня есть колокольчик, друзья. Нажмите на него, потому что именно тогда, как мне сказали любители YouTube, у меня появится вот эта замечательная цифра. Это мне подарил, кстати, Рустам Вахидов, Наташа Шевченко. Спасибо вам большое. Это штучка такая, это просто часы, там есть погода, они еще как-то из интернета берут. Из интернета же берут количество подписчиков. У меня 488К. Ничего особо я для этого не делал. Спасибо вам большое, что подписались. Давайте еще раз наберите себе там порядка 500 аккаунтов и еще раз подпишитесь. Ну, чтобы получилось уже 500К. А будет 500К, мы праздник устроим. Я вискарь открою, наверное, кому-нибудь что-нибудь подарю на столе, что у меня валяется ненужного. У меня много ненужного. У меня вот, видите, например, есть гитара. И многие спрашивают, что это за резинка. Ребята, это резинка не от трусов, как многие надеялись. Это резинка от микрофона. У меня же микрофонов как говна за баней. Поэтому вот я взял одну резинку и сюда вот примотал. Она нужна, чтобы глушить эти струны. Когда идет резкая, мощная, какой-нибудь долбилово, то они обычно звенят. Вот чтобы не звенели, я их сюда намотал. Вообще на все вопросы ответил. А что еще? Всех призвал к радости, к добру и терпению. Спасибо всем. Пока-пока. Увидим. Все!